СОВРЕМЕННЫЙ НАМ ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР СОВРЕМЕННЫЙ МИР ЖИЛ ПО ИХ ПРАВИЛАМ Каждый из нас видит, как работают эти мировые правила каждый день. Каждый видит, но не каждый замечает. Давайте попробуем их сформулировать. Итак, первое. Правило доступа к технологиям. Именно оно определяет место страны в мировом распределении труда. С его помощью англосаксы решают, кто будет разнорабочим, а кто банкиром или управленцем. Они решают это, позволяя или не позволяя продать ту или иную технологию в ту или иную страну. Как это работает? Простой пример. Фермеры покупают у них высокоурожайные генно-модифицированные семена, позволяющие вырастить много еды. Одна проблема – они не дают новых всходов. Другими словами, ты должен каждый год покупать у англосаксов новые семена. Продадут вам технологию – будете, как успешный фермер, сидеть в баре и пить хорошее пиво. Не продадут – будете сидеть в огороде и собирать картошки колорадского жука. Кроме них, никто в мире не обладает всем перечнем необходимых технологий производства продовольствия, IT-систем и продления жизни. А значит, именно они решают, как долго и в каком качестве жить тем, кому они их продают. Вы обладаете технологиями, и в 70 лет вы начинаете новую активную жизнь, как калифорнийские пенсионеры. Вы не обладаете технологиями, и в 30 лет у вас начинают выпадать зубы, как у афганской женщины. Второе правило – правило доллара, или правило обмена вашего времени на любой товар, кроме национального, через доллар. Оно заключается в том, что где бы вы ни жили, вы вынуждены менять национальную валюту на доллар, чтобы иметь возможность приобрести любые товары по всему миру. Мировая финансовая система устроена так, что никто не может не покупать доллар. Но всякий раз покупая его, вы платите комиссию. Даже когда вы за рубли покупаете себе смартфон, это означает, что владелец магазина сначала поменял рубли на доллары, заплатив комиссию. Потом на эти доллары купил там телефоны. Потом продал вам, получив рубли, чтобы снова поменять их на доллары, снова сделав что? Правильно – заплатив комиссию. Третье правило – это правило Голливуда. Кино – это только на первый взгляд развлечение. На самом деле фильмы учат нас жить. Именно Голливуд сегодня основной поставщик правил человеческого поведения. Развлекая, он обучает поведенческим стандартам и образцам реакций таким образом, что уже сегодня десятки миллионов людей все, что знают о жизни и отношениях, узнали из фильмов и сериалов. Кино вводит типажи, позволяя выбрать, на кого быть похожим. Кино и обучает наших детей даже мимики. Кино учит говорить одни слова и не говорить другие. Например, вполне научное слово «педерас» – говорить нельзя. А слово «гей» можно и нужно. Кроме того, кино настаивает, что нужно уважать права двух геев, взять из детдома ребенка и вырастить из него третьего гея. И то, что в первом поколении воспринимается как художественный вымысел, в следующем становится руководством их действий. Голливуд говорит – вот образец. Бывает только так, а все остальное неправильно. Не по правилам. Лидеры государств, не желающие тратить свое время и время своих подданных, по правилам, описанным выше, сталкиваются с правилами международных СМИ. Оно гласит, что любой человек или государство может быть описано как «заслуживающее возмездие». Международные СМИ определяют, где добро и где зло. Именно они маркируют кто вы – невинная жертва или достойная жертва справедливого возмездия. Англосаксы имитируют не только доллары, но и метки зла и добра, а также метки отвержения вплоть до смерти. Именно поэтому убит Каддафи, Милошевич, Саддам Хусей, а сейчас пытаются убить Асада. А чтобы мы не волновались, нам сначала показывают, как они воюют в собственной стране против мирного населения. В мире, где правда не то, что случилось, а то, что показали по СНН, правила международных СМИ позволяют стравить людей в любой стране. Но убивают потом именно того, кто не согласился жить по их правилам. Международные СМИ объявили Каддафи злодеем. И спустя год показали, как его труп выставили в мясной лавке на всеобщее обозрение в назидание прочим. От того, как тебя пометили как врага, один шаг до следующего правила. Правило военно-морского флота США. Оно означает, что если вас, согласно правилу международных СМИ, объявили преступником и на вас плывет американский авианосец, вас уже ничего не спасет. А правило доллара уже позаботилось о том, чтобы военный бюджет США составлял треть от мирового. Мировые правила могут быть невидны обывателю, особенно если смотреть на мир через ленты социальных сетей. Но понимание правил позволяет увидеть в новостных лентах не разрозненные события, а целые мировые процессы. Позволяет увидеть происходящий в мире тектонический сдвиг. И то, как впервые в новейшей истории мировым правилам был брошен вызов. Позволяет рассмотреть за обрушением цены на нефть попытку сохранения правила доллара. За распространением на пяти континентах российского телеканала вторжение в правила международных СМИ. За операцией в Сирии – отмену правила ВМФ США. А за глобальной медийной атакой на посмевшего посягнуть на правила истерику их производителей. На наших глазах происходит глобальный сбой выстроенной системы. Сегодня правила перестали работать вокруг Сирии. Завтра вера в правила будет подорвана по всему миру. Этот процесс запущен, и его уже невозможно остановить. Миллионы людей выбирают мир, свободный от технологического диктата, паразитической экономики, транснациональной лжи, монополии на правду, права сильного. Выбираем его и мы. И нам есть на кого опереться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...